Какие планы? Я хочу дожить просто. Это выпуск нового. Он нас оберет наушники. Да, и выспаться. Не, я не хочу забрать наушники. Какая-нибудь прямая вера, было бы классно ценить. Радкая сестра Томанта. Все, давай. Меня зовут Любовь. Я учусь в Московской школе музыки на факультете музыкального бизнеса. Я работаю в SP Digital в отделе маркетинга. И я менеджер двух прекрасных артистов. Люси Симон и Адрхаев. Мне всегда была интересна музыка. Особенно концерты. Я много ходила на разные группы. Преимущественно иностранные, когда это еще было актуально и возможно. Но я поняла, что я не музыкант. Я играю на барабанах, играю на укулеле. Но мне нет какого-то особого таланта. И рвение этим занимается. Но мне хотелось как-то быть связанной с музыкой. И я нашла для себя вот такой путь. Зайти в индустрию через бизнес. Я начала работать с моей артисткой Люси до того, как я прошла в ММС. Примерно, может быть, за полгода до. Но ММС нас связала. Люси работает здесь, в школе. Она аккуратная направления сунграйтинг. С Люси мы познакомились на фестивале «Пожалуйста, хватит», который организует школу ежегодно. Там нас познакомил преподаватель, у которого я проходила курс по музыкальному бизнесу, короткий, на котором я поняла, что я хочу углубить свои знания. И поэтому я поступила сюда. Так что какого-то прям сильного опыта работы в индустрии у меня не было. Мы тогда только познакомились с моей артисткой. Мы пытались сделать позиционирование. Примерно представляли, что мы хотим. Но каких-то практических действий я не предпринимала, потому что было страшно. Я не знала каких-то нюансов. У меня был большой синдром самозванца. В школе я получила знания. И с этими знаниями уже было не так страшно работать. Однажды я пришла на день открытых дверей сюда. Мне очень понравилось, как про школу рассказывали. Мы ходили на экскурсию, смотрели залы, слушали разные образовательные программы. Было очень много креативных ребят рядом. Я решила, что мне это нужно. И, как я уже говорила, до этого я прошла короткий курс месячный, в котором я узнала самую основу основ. Поняла, что мне это интересно. И что я хочу дальше в этом развиваться. И я пришла сюда. Я научилась очень многому, на самом деле. И так сразу не сказать, потому что в работе менеджера очень много разных нюансов. Но самое базовое, самое важное, мы изучали юридические основы. Теперь я и мои одногруппники, мы знаем, какие бывают типы договоров, на что стоит обращать внимание. Знаем, что обязательно нужно заключать договоры со всеми, кто причастен к твоему музыкальному проекту. И, например, сейчас мы организуем ежегодно фестиваль школы вместе с нашей преподавательницей. От самого начала до конца мы вместе со школой, вместе с другими ребятами изучаем таким образом, можно сказать, в поле ивент-менеджмент. И это очень важно. Также много рассказывали про то, как стоит общаться с артистами, на что стоит обращать внимание, как правильно донести им то, что ты хочешь. Это была такая дисциплина, как психология общения с артистом. Ее нет конкретно в учебном плане. Но наш преподаватель много обострял на этом внимание. И это тоже очень важный навык, чтобы работать с артистами и в целом с людьми в индустрии. Конечно, очень много сложностей. Во-первых, если ты музыкальный менеджер, у тебя, как правило, ненормированный график, нет четкого work-life balance, потому что ты должен быть всегда на связи, ты всегда должен работать. Каждый раз может подвернуться что-то или тебе могут позвонить. Также это работа с людьми. С ними нужно общаться, договариваться, вести различные переговоры, заводить новые знакомства, заниматься нетворкингом. А это всегда непросто. Нужно быть к этому готовым. И в целом с артистами работать не так просто. Они же творческие люди, не у всех. У них присутствует какое-то чувство дисциплины. Не все они организованы. Нужно уметь правильно артисту донести, что заключать договоры важно, например. Или объяснить, почему ты делаешь то или иное действие, почему нельзя сделать, как хочет артист, потому что рынок работает иначе. И в целом нужно следить за всеми трендами, следить за тем, что делают другие игроки на рынке, что сейчас слушают, что сейчас в моде. Нужно иметь хорошую насмотренность и наслушанность, чтобы понимать, что твой артист сделал действительно хорошую музыку, которую будут слушать, и которая найдет своего потребителя. Ой, хороший вопрос. Со стороны артиста, музыкальный менеджер – это одновременно твой наставник, твой друг, твой какой-то коуч, ментор и советник, и в то же время мама. Я работаю в SP Digital в отделе маркетинга. Я занимаюсь преимущественно документооборотом, помогаю в организационных вопросах, также помогаю моим коллегам работать с артистами. Мы вместе придумываем различные активности, пиар-акции и так далее. У меня очень классный, интересный коллектив, очень креативных людей, которые действительно горят тем, чем они занимаются, но в то же время это большая компания с большим количеством артистов, с большим объемом работы и с очень большой ответственностью. Но это здорово. Я хочу дальше развиваться в индустрии, расти по карьерной лестнице, пока в компании, в которой я работаю. И также, конечно, я хочу дальше развивать своих артистов и покорять с ними новые высоты.